всем доброго утра дорогие мои воскресенье доброго этот ролик я посвящаю тем подписчикам которые интересуются сыграет ли падение лиры на стоимости продуктов вообще жизненобеспечение здесь турции для жителей турции для всех нас кто живет я сразу хочу сказать что я уже живу восьмой год 8 лет назад почти когда я приехал доллар был 220 сейчас он 920 с копейками и считаете что четыре раза поднялось даже почти 5 раз доллар отразилось ли эти цены эти цены на продуктов лирах но сливочное масло когда я приехал стоило порядка килограмм стоило 25 лир сейчас он уже 50 лир два раза увеличилось того времени вот бензин был тогда пять лир стоило сейчас он за восемь вот пять лир тогда было два с лишним доллара сейчас он доллар бензин вот и бензин и дизель сейчас сравнялись они в цене почти теперь фрукты овощи фрукты овощи я вот особой разницы не почувствовал потому что вот картошка сейчас на рынке можно купить в зависимости от как говорится калибровки от двух до трех лет килограмм вот хорошая картошка 3 килограмма 10 лир вот и теперь на стоимости жилья квартир 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 конечно подорожали машине подорожали машину три раза даже подорожали квартир тоже два два раза даже некоторых места 22 с лишним раза подорожали вот почему самое на рынках вот такая вот цена такая почти устойчивая стабильная можно сказать потому что я хочу сразу сказать что где-то 80 процентов населения турции они даже не интересуются там сколько доллар стоит сколько это и у них они получают зарплату в долларах и живут лирах и поэтому вот основные покупатели на рынках на рынках это обычный народ обычный народ вот с лирами не в долларах а с лирами вот поэтому на рынках и одежду можно купить в разы дешевле чем супермаркетах супермаркетах маркетах вот конечно вот есть какие-то такие различия вот когда вот супермаркеты стоят например тот же самый помидоры два раза дороже чем на рынке но на рынке всегда дешево почему дешево на рынках самое главное это самая загадка в этом это отсутствие посредников отсутствие посредников когда прямо с полей люди привозят свое и каждый понедельник вторник среда четверг в общем каждый день рынки разных махалет для народа как у нас это называют обычно ярмаркой выходного дня вот так вот это ярмарки выходного дня тут каждый день каждый день вот и без посредников понимает тут нет такого как это там рынки все вот эти они как кочущие рынки вот например в этого в эту субботу например в одном месте в одном это пони пятница в другом четверг вот это где авторынок полностью освобождается отдается все эти земли все эти рынки принадлежат государству это не частники поэтому государство выделяет людям места они приезжают выгружается и начинает торговать своей но отсутствие посредников вот и многих многих бюрократических это барьеров вот я первые годы я мне было удивительно очень насколько дешево это место где они продают они там чисто символически оплачивает там вот это фермер вот это продают у них нет вот например нести например как у нас на рынках вот сочи на допустим да вот тот же самый это самый тот на рынок это самое это вообще нечто это отдельная история почему там дорого все вот это других этих у нас потому что везде посредники везде вот дельцы свои вот и лаборатории всякие надо сдавать лабораторию лаборатория должна сначала это потом это это все вот это процент накладывается на общий ценовую это понимаете вот вот поэтому вот у них этого нету у них этого нету у них вот таких бюрократические каждый человек может фермер и фермер кстати живут очень хорошо есть конечно на рынках и перекупщик но это один человек перекупщик там нет 10 перекупщиков когда фермер привозит один тот же человек у него продавец там на рынке и ему отдает все и по реализации получает деньги тот конечно свои это но там накладывается небольшая сумма небольшая сумма от полей отличается чуть-чуть вот так разница от полей вот если многие думают да и на поля выйдем там дешевле купим бензина много сожгется чем это самое там ничем ничего не выиграете вот там вот столичка там это понимаете поэтому очень выгодно на рынках все брать на рынках и вот это я думаю что сейчас еще президент распорядился более тысячи магазинов государственных открыт кратчайшие сроки чтобы устойчивой ценовой этой чтобы для народа продукты первой необходимости были доступны все поэтому и государство со своей стороны делает все чтобы народ не почувствовал вот это но бензин конечно подорожал да но если опять же взять вот сейчас он допустим восемь лет да вот доллар почти девять с половиной то есть меньше доллара так восемь лет назад он стоил два доллара даже два с лишним доллара доллара бензин стало дешевле наоборот два раза дешевле стало если по тому курсу сейчас бензин должен стоить почти двадцать лет даже больше но этого не делать государство сдерживает государство контролирует все это понимаете вот конечно машина здесь автомобиль здесь не только предмет самое передвижение но и роскоши поэтому но есть альтернатива электрические мотоцикли электрические самокаты вот и машины тоже разного как говорится этого хорошие кондиционерам со всеми делами конечно дорогие есть обычные как наши типа наши девятки кстати здесь вот первые фиаты от которых началась вольфско автомобильный завод наши копейки здесь тоже есть это же копейки только они отличаются тем что задними фанарем а так она копейка двигатель салон все кузов все копейка его здесь называют обычно серча воробей и еще такое народное прозвище это копейки здесь есть хаджи мурат если вы скажете я хаджи мурата хочу купить значит это копейка на газу большинство машин на газу на газ вот газ считается немного дешевле но все равно она тоже уже приблизилась с 5 лиром даже может и больше чуть-чуть вот но на два раза все равно дешевле чем бензин и дизель вот поэтому как то вот здесь понимаете вот такого шокового нету шокового такого вот это ажиотажа вот вот доллар потому что я же говорю 80 процентов населения даже не хочет даже не знает даже что что доллар не интересуется и больше того скажу что вот паспорта вот у меня и внутренний заграничный турецкий паспорт так у самих граждан тоже постоянно которые здесь родились они даже они не получали ни разу заграничного паспорта никуда не выезжает у них только внутренние паспорта да и все понимаете заграничным паспортам процентов наверное 20 а то и меньше вот поэтому живут своей жизнью у них своя экономика все сами производят от оды до я понимаете почти все производится а что основное основное для человека что еда 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 одежда все вот а все остальное уже роскошь все остальное уже роскошь поэтому есть еда доступная одежда доступна что еще надо для нормальной жизни вот и все поэтому как-то особо тут этим нет самое ну квартиры да квартиры подорожали и дорожает и смотря еще в каком районе еще смотря в каком районе каких районов есть районы которых можно купить даже по ценам которые стоили 5-6 лет назад вот тоже хорошие квартиры но опять же доступность до моря доступность до центра до каких-то проблем если машина есть мотоцикл есть тогда это тоже не проблема вот так что здесь на это не надо паниковать что доллар упал там поднялся лолира упала это ерунда экономика у турции сильная в этом плане вот я еще раз говорю для того чтобы это видеть для того чтобы это видеть надо просто проехаться я как проезжался от анталии до грузинской границы 1700 километров кстати шикарные дороги здесь и не платные платные тоже говорят битвес но шикарная дорога бесплатная трасса отличная вот одну сторону односторонная другой обратно тоже односторонная так что можно даже машину на автомат поставить и сам поедет можно сказать если конечно шутковато но вот такие дороги хорошие и вот я чё хочу сказать в тот раз я ехал заводы работает вовсю и тракторные автомобильные производство идет понимаете маслозаводы все то есть страна живет работает производит а когда страна работает производит живет вот таким этим процесс идет аграрная тем более вот это тогда мне кажется не страшно вот это подъем доллара вот не ты она такой шоковая шокового такого здесь ничего не будет вот всех вам благ пока пока пока